Ребята, привет! Последний ролик, который вышел на моем канале о посещении сервисного центра, получил очень много одобрений, ваших лайков, очень много комментариев, за что вам большое спасибо. Я вижу, вам эта тема интересна, и поэтому я хочу вас посвятить, что же происходит сейчас, на каком это все этапе, чем все закончилось. Все ждут продолжения, когда же я пообщаюсь с господином Криклием. Сам господин Крикли даже после этого ролика в фейсбуке написал свои комментарии. Можете их почитать у меня в фейсбуке, я ссылку оставлю ниже. На следующий день, как было заявлено, господину Криклию я прийти не смог и поехал дальше по своим делам. Но история с господином Криклием и его сервисным центром еще не закончена, мы обязательно будем добиваться результатов, и обязательно пообщаемся с господином Криклием, как он заметил в фейсбуке, что он бы с радостью ответил на наши вопросы, если бы они были. Я думаю, что они в любом случае будут, возможно, уже не тогда, когда он будет на должности руководителя сервисного центра, возможно, еще при исполнении он будет. Значит, что сейчас, на каком сейчас все этапе? Значит, не так давно вчера или позавчера я находился на международной конференции в Торонто по торговым отношениям между Украиной и Канадой, где также присутствовал наш премьер-министр Украины господин Гройсман, который приезжал и рассказывал канадским предпринимателям о том, как хорошо обстоят дела в Украине, как мы вообще развиваемся и как мы успешно боремся с коррупцией, как мы успешно боремся с другими проблемами. Я тоже находился там, слушал премьер-министра, и немного я был в недоумении от того, что в его реальности коррупция уже давно побеждена в стране, и что ее, в принципе, нет, и что бизнес сейчас находится на таком этапе, когда он может развиваться семимильными шагами. И все это дело слушали и канадские представители, и слушали и украинские представители. Мне стало немножко не по себе, и когда время дошло до возможности задать вопрос премьер-министру Украины, выходили люди некоторые, которые спрашивали вопросы, которые были ни о чем. Ну, вот просто ни о чем, которые даже не хочется проговаривать. Это было просто такое лебезание премьер-министру, которое мне было неприятно. Я посчитал возможным выйти и спросить тот вопрос, который интересовал меня, и привести конкретный пример, который произошел с господином Криклием по поводу МВД. Что я спросил, что ответил мне премьер-министр, вы сможете посмотреть, я обязательно оставлю в этот ролик. Но также хочу отметить, что после того, как я задал этот вопрос, украинская делегация, которая находилась тоже вместе со мной в Канаде, она не очень одобрила этот момент. То есть частично там были люди, которые, да, поддерживали, были люди, которые были против, и считают, что мы не должны выносить ссоры из-за сбы, что мы за границей должны исключительно в положительном русле презентовать Украину, что мы должны вот так вот просто, по моему мнению, лицемерить и рассказывать, что мы такие классные, и у нас вообще нет в стране проблем. Только для того, чтобы привлечь инвестиции. В общем, у каждого было свое мнение, но суть не в этом. У меня была еще возможность коротко переговорить с премьер-министром, с господином Гройсманом. Он мне заверил, что мне необходимо обязательно написать заявление в НАБУ, и что НАБУ обязательно разберется в этой ситуации. Мы сейчас на примере сына господина Авакова Александра посмотрим, как НАБУ разберется с ним. Если уж в таких явных вещах, как торговля просто вот этими рюкзаками, которые по факту оказались не военными, а школьными, вот, если она там разберется, если она там не сможет точнее разобраться с такими фактами, то в моем случае мне вообще надеяться не на что. Но тем не менее, раз господин Гройсман сказал, я обязательно обращусь в НАБУ. И по поводу господина Криклия и его ведомства, и по поводу других фактов мы посмотрим, чем это все закончится. Я, конечно же, вам покажу. Вот, но хотелось бы тоже узнать ваше мнение. Как вы считаете, что может повлиять в данном случае на развитие нашей страны, Украины, за рубежом? Зараз мы сейчас концентрованы на развитии атомной энергетики, сберечной обличии потужности гидроэнергетики. Мы достатньо потужно сьогодні в країне розглядаемо и впроваджуемо проекти с реализацией солнечной энергии, энергии с переработки смятя. Також мы взяли курс на збільшение добичей власного газа в країне. Хочу вам сказать, что только за эти півтора года нам удалось зупинити падение добичей и збільшити добыч на 600-700 мільйонів кубиків по рогу. Мы будем мати більшісті 100 мільйонів кубиків, які вже більше выдобовлені в Україні, ніж в замінулий період. Доброго дня, господин�, господин�, місце. Менець лікар, с вами моя Куйницкий. Вот вы здесь очень много говорили по поводу борьбы с коррупцией у нас в країне, в Україні. Я извиняюсь, что в Гренорусках, а мне просто так проще. Я тоже понимаю. Да, я понимаю, что... Смотрите, хочу вам привести просто пример. Вот в продолжение вашей темы о зелёных технологиях. Мы пытаемся развивать в Україні зелёные технологии со стороны установки электрозаряда для электромобилей. То есть мы развиваем эту всю историю с рейпотранспортом. И у нас есть конкретные примеры, когда наше государство препятствовало это делать. То есть вот совсем недавно, буквально три недели назад, мы хотели получать лицензию господину Кирикелью. Это сфера МВД, сервисные центры. Получают документы, из которых наш бизнес не может существовать. И нам прямым текстом, то есть говорят о том, сколько это будет стоить мимо бюджета государственного. То есть что надо заплатить конкретно каким чиновникам руки. Это первый из моментов. Также очень приятно было здесь, в Афанате, просто посмотреть, как работает здесь правительство и органы, которые, выслушав нас и узнав о нашей продукции, приглашают нас в свои профессии, для того, чтобы мы развивали зелёные технологии УИМИД. Потому что у них на сегодняшний день нет таких людей, которые могли бы это сделать. Нам, в свою очередь, очень обидно, что своей стране мы этого сделать сижение не можем. Хотелось бы, чтобы вы просто повлияли как-то. Мы вам готовы предоставить конкретные факты случаев коррупции, которые у нас всё ещё есть. Спасибо вам за вашу готовность предоставить конкретные факты. Но, как честный человек, вы должны были бы их представить в Национальном антикоррупционном бюро. У нас есть ютуб-канал, большой ресурс. И мы всё с фактами публикуем. К сожалению, это не находится никакого отклика. Достите, вам не нужно публиковать. Вам потребно официально написать заяву про то, что у вас вымагают комарии. Я уверен в том, что НАБУ очень быстро отработал. Это независимый вопрос. Это первый вопрос. По-друге, я хочу сказать, что мы отменяли 87% вообще всех ресурсов, которые были в стране. И в рамках дегуляции мы рекомендовали, я всегда перевожу это очень красномовно, но еще 4 тысячи сторонок разных регуляций, которые существовали в стране, сейчас в отменении. А глубина проникновения является достаточно высокой. Но, возможно, есть вопросы, которые касаются вашего конкретного бизнеса, которые пока еще не дорегулированы. Поэтому для этого есть два варианта. Первый, у нас работает достаточно серьезный офис с молодыми качественными кадрами ВЕРДЁО. То есть это офис належного регулирования. И, возможно, если вы нам поведомили про эту проблему, мы ее проанализуем. Конечно, мы заинтересованы в том, что вы развивались. Это для нас есть приоритет. Поэтому первое, что мы проанализуем, посмотрим, что мы можем сделать для того, чтобы взглянуть регуляцию. Я просто не понимаю, чего там регулировать. И, насколько вам нужно для рецензирования. Из-за чего вы можете также представить другую возможность. Это вернуться к нашему офису инвестиционному. И там тоже вам дадут всякую поддержку. И мы проанализуем проблематику. И, в принципе, очень быстро мы можем выдерживать. Я очень часто встречаюсь с бизнесом. Мы в процессе трансформации. И, конечно, мы сможем изменить систему. Но нам нужно время для того, чтобы идти к каждому сектору. Можливо, который был зарегулированным раньше. Потому что законодательство не было готово для таких инновационных проектов. Если вы сегодня нам предоставили свои заявления, мы заинтересуем его вопрос. Спасибо.